Сочинский мальчик и девчонок И переваливая через горные хребты не просто занимаются туризмом, но и там высоко в горах учатся любить родину. Здравствуйте, я Инга Габеши, а это программа «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Сегодня в центре нашего внимания Сочинский центр детского и юношеского туризма, где оздоровлением и патриотическим воспитанием детей занимается более полусотни педагогов. Наш гость, директор центра детского и юношеского туризма города Рамиль Искаков. Здравствуйте, Рамиль Рафаилевич. В 87-м году нынешний центр детского и юношеского туризма назывался «Станцией юных туристов» и занимался лишь туристско-краевической направленностью. Сегодня все по-другому, направленности уже больше, да и цели с задачами, наверное, уже изменились. Ну, мы развиваемся, как в принципе, и все. Центр сейчас воплотил в себя не только туристско-краевическую работу, военно-патриотическую, художественно-эстетическую, социально-педагогическую. То есть практически все направленности, которые возможно дать в дополнительном образовании. Педагоги вашего центра подчеркивают, как нельзя воспитать в ребенке любовь к родителям одними призывами, так и нельзя научить его любить свою родину только по книгам. То есть помимо здорового образа жизни своих воспитанников, вы делаете акцент и на патриотическом воспитании юных туристов. Ну, туризм сам по себе, это априори является патриотизмом, поскольку ребенок шагами, руками, различными средствами передвижения узнает свой край, узнает свою страну. И в этом, естественно же, нужно это отмечать, Краснодарский край, он в отличительном состоянии, нежели другие субъекты федерации. В этом, конечно же, видна постоянная опека, постоянное внимание со стороны губернатора, со стороны главы города Сочи, поскольку здесь задействовано сразу несколько ведомств. Это Кавказский биосферный заповедник, это Сочинский национальный парк, это различные рекреационные объекты. Поэтому дети, ходя по краю, по нашему Кавказу, узнают нашу страну. В походы экспедиции ребята, в том числе, ходят и по местам боевой славы. Конечно, конечно. У нас есть несколько маршрутов, они достаточно известные, но каждое новое поколение мальчишек и девчонок открывает для себя это по-новому. Поскольку есть линия защитников Кавказа, есть несколько плановых маршрутов, лагерь Холодный, Палабе, когда они проходят по местам боев и видят сами живую непосредственно блиндажи, воронки от снарядов, находят какие-то гильзы, какие-то отголоски той войны. То есть вахты памяти это тоже традиция? Конечно, конечно. Вахта памяти туристов это отдаленные обелиски. Они чувствуют ответственность за то, чтобы память о героях, которые остались лежать там и которым поставлены в труднодоступных районах обелиски, были в должном состоянии. Участвуют ли ваши воспитанники в экспедиции «Кубанская кругосветка»? Да, в этом году уже второй год подряд проводят краевой центр туризма и экскурсий «Кубанскую кругосветку». И в этом году наш воспитанник 28-й школы участвовал в этой кругосветке. Вот с участниками «Кубанской кругосветки» и с исследователями родного края на финише этим летом встретился губернатор Краснодарского края. Там Вениамин Кондратьев говорил о пользе рюкзака за спиной подростков. Давайте посмотрим видеосюжет. Родной край исследовали 28 школьников и студентов. Впечатлениями участники «Кубанской кругосветки» сегодня поделились с губернатором края. Вениамин Кондратьев посетил центр туризма и экскурсии. Там ребята проходят подготовку к подобным походам. Главе региона они показали, какими навыками обзавелись за время путешествия. Затем общение продолжилось в актовом зале туристического центра. За патриотическое воспитание молодежи Вениамин Кондратьев поблагодарил руководителя экспедиции Константина Мержоева. А также поздравил детей с окончанием кубанской кругосветки. Ведь для многих из них путешествие стало настоящим испытанием. Сегодня молодежь, она по-разному воспринимает и мир, и свою перспективу, и завтрашний день. Им ближе к дивану, чем к рюкзаку. Но это на самом деле никуда не приведет. Не молодежь, не страну, не наш край. Нам нужны активные ребята. И сегодня передо мной именно эта молодежь. Та молодежь, которая завтра сможет дать экономический результат, научный результат, медицинский, образовательный нашему региону. Вы сидите, по-моему, никогда не скажете, что вы 50 дней шли в разных условиях. Вы те, которые способны и завтра пойти на любые жизненные трудности для того, чтобы просто достичь цели. Я вижу просто разницу в детях. И вы абсолютно правильно заметили о том, что компьютеры сейчас просто пожирают детей. И разница этих детей и тех, она велика. На встрече обсудили развитие детского туризма. По мнению главы региона, необходимо продумывать новые маршруты и прокладывать их по историческим местам края. А также проводить туристические соревнования между школами и вузами. Великолепно. Такое ощущение, что губернатор сам был в походе. То есть он абсолютно точно подметил, что дети, обходя по границам Краснодарского края, узнают много нового, но при этом они учатся дружить. Они учатся быть лидерами. И они, ну я не знаю, можно ли научить любить родину, но, наверное, это очень важно в воспитании патриотического. Охвачены ли занятиями по туризму школьники всего Большого Сочи? Педагоги Центра детского туризма работают на базе 43 образовательных учреждений города. От Совет Кваджи до практически ПСОУ. Поэтому практически во всех образовательных учреждениях есть учителя, которые реализуют туристко-кровическую направленность. Ну вот насколько я знаю, для оздоровления учащихся, выходные, каникулярные дни, у вас есть детская туристическая база Ореховая в Лазаревке. Вот расскажите, чем там ребята занимаются? Ну туристская база, начнем с того, что она практически осталась единственная муниципальная база на всем побережье Черноморском, которая осталась в ведении муниципалитета. На ней вот в 2016 году, во время каникул, в выходные дни, побывало порядка 6 тысяч детей. Они приезжают на день, на два, иногда приезжают и побольше, когда проходят соревнования, слеты. И там у них на полигонах, которые находятся в Катковой щели, они повышают свое мастерство туристов. То есть слеты, сборы? Конечно, абсолютно. У центра есть и свой скалодром? И не один. У нас есть скалодром в центре, у нас на улице Арджоникидзе. И есть скалодром на этой турбазе, а также есть скалодром в туристском клубе на улице Донской. Ну там они, наверное, отрабатывают технику перед выходом в походы. Там, во-первых, тренируются уже профессионалы, которые готовятся к тому, что скалолазание станет олимпийским видом спорта. А также практически каждый воспитанник центра имеет возможность полазить по скалодрому для того, чтобы, как вы правильно отметили, свою технику отточить. Ну вы еще и сотрудничаете с различными организациями, к примеру, с пограничниками. Что детям дает такое сотрудничество? Вы знаете, можно очень много говорить мальчику о том, как это все важно. Но когда ты видишь глаза детей, которые увидели настоящего пограничника в его работе, ну такой брутальный мужчина, у которого есть все технические средства, и он еще к тому же такой гладиатор, то все слова отпадают. То есть на самом деле очень многие выпускники центра стремятся попасть в погранвойска, поскольку они постоянно видят пример. Расскажите о соревнованиях, к примеру, по спортивному туризму, переправы, вязка узлов. Что еще умеют ваши воспитанники и участники этих состязаний? Практически месяц назад закончился слет юных туристов в Кубани. Он проходил в Северском районе, где команда Сочи заняла первое место среди 44 муниципалитетов. И в течение четырех дней у них шли соревнования по всем туристским дисциплинам. Это непосредственно туристская техника, это скалолазание, это спортивное ориентирование, это кросс-поход, который предполагает соревнования по выживанию в природной среде. И таких вариантов достаточно много. Поэтому соревнования, они постоянно проходят. Это и спортивные надежды Кубани, в рамках которых проходит спортивный туризм. Это и спортивное ориентирование Кубок Края, который прошел недавно. И это в ближайшее время состоится соревнование по пешеходным дистанциям на Кубок Центра туризма Краснодарского края. То есть они проходят достаточно часто и регулярно. То есть спортивное ориентирование это тоже ваш удел? Да, конечно. Это, конечно, отдельный вид спорта. Он уже отпочковался, скажем так. Но все равно это глобальный пласт, которым турист должен уметь ориентироваться. Может, получается, серьезно им занимаетесь, раз ваши воспитанники участвуют в Кубках Края? Ну, стараемся. Здорово. Но участники соревнований демонстрируют, помимо навыков выживания в экстремальных условиях, предгория и спортивной выносливости, но они еще умеют применять на практике различные спасательные технологии, которые применяются в отрядах МЧС. Так ли это? Да, вы знаете, у нас просто прекрасные отношения с службами спасения. Это и Кубань спас, это и ЮРПСО МЧС России, это и муниципальная служба спасения. Поскольку очень многие сотрудники служб спасения – это выпускники Центра детского туризма. И даже есть дисциплина специальная, которая реализуется в Центре детского туризма – это школа безопасности, школа юного спасателя. Она предполагает, что дети этому учатся профессионально. А правда, что ваши воспитанники вместе с педагогами сменили привычные туристские ботинки на лыжи? Ну, действительно, последние лет пять мы практикуем лыжные сборы. Они начинались с небольших абсолютно сборов. Там было порядка 30 человек, которые ездили в Лаганаки, и там пытались встать на лыжи. После этого, благодаря муниципалитету, были приобретены все снаряжение, необходимое для этого. И сейчас на лыжных сборах, благодаря, опять же, договорным социальным отношениям с Роза Хутор, с Горной Каруселью, наши воспитанники выезжают на горнолыжные трассы, Красные Поляны. И вот, допустим, в прошлом году это было порядка 350 детей. Обучают их? Наши инструкторы. Ну, у нас есть инструкторы горнолыжной подготовки. Здорово, просто великолепно. Традиционными уже стали городские олимпиады по краеведению, которые собирают большое количество юных знатоков города. Что входит в обязательную программу этих мероприятий? Мы стараемся, чтобы быть в тренде, чтобы это было интересно детям. Поэтому последнее время подача краеведческого материала через квесты становится систематичной. Поэтому в ближайшее время, вот 16 октября, у нас будет проходить городской краеведческий конкурс «Черное море». Заявок подало полторы тысячи детей. Следовательно, это востребовано. Следующий квест, это будет февраль, когда он будет посвящен не Черному морю, а больше краеведческому материалу, достопримечательности города Сочи. Поэтому работа достаточно такая интенсивная, интересная и захватывает. Количество поданных заявок точно говорит о том, что вы в тренде. Спасибо. Готовясь еще к программе, наткнулась на такую фразу «педагогически правильно организованный туристический поход». Что означает это и каков должен быть исход этого педагогически правильно организованного похода? Понимаете, небольшая группа детей и двух, трех взрослых находится в природной среде достаточно долго. И находятся они там не три, не пять часов, а постоянно. Поэтому возникает два момента, которые мы всегда проговариваем, и это очень важно с психологической и педагогической точки зрения. Первое – это взрослые и дети. Невозможно педагогу, не любя туризм, вести детей в поход. Если учитель в классе может прийти и стать увлекающимся предметником, а потом про это забыть, то здесь этого не получится, поскольку жить приходится с детьми. Вместе есть с одного котла, спать вместе, идти вместе, делить вместе какие-то трудности. Это первый момент. И второй момент, педагогический, группа должна быть слажена, группа должна быть единым коллективом. И самое главное, чтобы по окончанию маршрута, первое, естественно, что я всегда требую, сколько туристов ушло, столько их и должно вернуться, это безопасность. А второе – каждый ребенок, вспоминая этот поход, должен ощущать приятности для себя, неважно какие. Вот это, наверное, главное. Ну, действительно, серьезность состязаний, экспедиций, походов, наверное, разбавляет вот эта приятность, романтика, жизнь в палатках, готовка пищи на кострах, песни под гитару. Все это есть? Конечно, без этого туризм не мыслит. Сами ребята играют, владеют инструментом, поют. Ну, во-первых, у нас есть педагоги, которые занимаются бардерской песней. Во-вторых, мы тесно сотрудничаем с клубом авторской песни, который в том числе занимается иногда и в здании Центра детского туризма. Поэтому у нас педагоги настроены так, что в каждой туристской группе должен быть хотя бы один, который умеет и владеет гитарой. Для того, чтобы в походе скрасить некоторые моменты. Лучше горы могут быть только горы. Лично у вас есть еще непокоренные вершины? Масса. Горные, возможно, профессиональные. Масса. Огромное желание съездить на Камчатку. Огромное желание посетить Байкал. Огромное желание сходить в Хибины. То есть, есть масса в нашей стране интересных вещей, где бы мне лично хотелось побывать. А ребят, вот как-то за пределы. Три года назад группа ездила у нас на Камчатку. Четыре года назад у нас ездила группа на Байкал. Все достаточно дорого. Но при этом ежегодно и в этом году у нас ездило две группы на Ладогу. То есть, они ходили в поход под парусами. То есть, мы стараемся. Красота. Рамиль Рафаилевич, спасибо вам огромное за увлекательную, интереснейшую беседу. Напомню, гостем нашей студии был директор Центра детского и юношеского туризма города Сочи. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И до свидания. Спасибо. Спасибо. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова